Привет! Привет, Рита! Привет! Я заставила себя долго ждать. Да, ждала вас. Как у тебя дела? Спасибо, очень хорошо. Я сейчас после мероприятия в детском доме ужинаю, там моя компания, участница конкурса «Миссис Россия». Есть победительница прошлых конкурсов «Мисс Россия», даже «Мисс Вселенная». Очень интересные знакомства. И я присоединилась к вам. Здорово! Спасибо, что уделила для нас время. И для наших зрителей я хочу сказать, что сегодня нашей гостьей прямого эфира будет девушка, на которую я, в принципе, подростком смотрела. А, да? Да! И многие мои друзья до сих пор говорят, «О, это же Рита Максима!» Да, так что... И мне очень приятно быть с тобой лично знакомой. И спасибо, что согласилась сегодня поучаствовать в нашем прямом эфире, рассказать о тех событиях, которые происходят в своей жизни. Маргарита, расскажи, пожалуйста, о себе, как и откуда в условиях 90-х, вихих 90-х, да, как принято говорить, закалялся твой характер? Кто повлиял на твое развитие, на твое восприятие мира? Как ты выбирала свою профессию психолога, о семье немножко? Спасибо. В 90-е лихие... Ну, по-моему, лихие 90-е, они сами закаливали какого угодно. И если ты не принимал условия тех, в той ситуации, обстановке, то, соответственно, ты был вне игры, получается, да? То есть, мне в 90-е... Не знаю, мне очень, например, нравилось, когда появились первые глянцевые журналы, да? Харперс Базар, Эль, да? Вот эти журналы для меня это были такими прям... О, это вверх, да? То есть уже можно было увидеть весь мир, как прорубилось окно во весь мир. Для меня было так. Ещё тогда появились передачи MTV, и тоже это очень сильно вдохновляло нас. Мы с своей сестрой, с Варей, каждый день это смотрели и мечтали тоже, что когда-то мы, возможно, да, тоже попадём в телевизор, и в журналы, да? Ну, что-то такое красивое, наверное, нас всегда красота привлекала. И не знаю, вот как так само собой получалось, что мы просто делали всё, что хотели. И тоже само собой получалось, что если предложения какие-то поступаешь, то мы никогда не отказываемся. Допустим, сняться в стиле передачи, или там спеть, выступить. Это вообще для нас была не проблема, и мы с удовольствием ввели участие в воду. А профессию психолога я выбрала... Это я лет, наверное, с 14, да? Мы такие более активные. А потом уже нужно было взяться за голову. В 17 лет нужно было взяться за голову и выбрать какую-то серьёзную специальность. У меня было и адвокат, и журналист, потом не знала, что выбрать, и врачом хотела. То есть всё было интересно, вообще всё всегда интересно. В этом, наверное, самая моя сложность. И решающим фактором было то, что у нас в школе был учитель, психолог, учитель по психологии, сказал, поступайте на психолога, это очень классная профессия. И она сама была такая продвинутая, и она мне нравилась. И я выбрала эту профессию. А ты работала по своей специальности после отончания университета? У меня была практика в ПДН. Я узнала, где такая зарплата, и мне это стало не очень интересно. И ещё главное, после того, как я выпустилась из университета, я подумала, ну как, у меня же нет опыта. Опыта жизни. То есть такого, да, что знать людей, обычную жизнь, да. Я, ну, ну, чуть-чуть подрасту, тогда я вернусь к этой специальности. Не знаю, почему так. То есть я незрело себя ощущала точно, сто процентов. И потом уже после 35 лет уже, конечно, опять начало меня тянуть в это направление. Я создала центр, проводила тренинги для подростков, и постоянно общаюсь со своими коллегами-психологами. И в 2018 году даже Институт психологии хотела развивать в плане как-то в общество и выдвинуть, да, Институт психологии. Потому что у меня, ну, в моём понимании, вообще, когда я училась, тогда говорили, почему психология, а, наступит время, когда психология будешь очень, типа, востребована, да. Потом, когда я выпустилась, это время не наступило. Потом, когда через 10 лет это время не наступило, да. Потом я думала, да ведь мы же сами себя должны делать востребованными. Почему вы, типа, так не востребованы? И, как бы, с этой миссией я постоянно этих своих коллег-психологов говорю, говорите, говорите о себе, говорите, говорите о себе. То есть так, так. И Институт психологии тоже я хотела именно так поддержать, чтобы они были открыты, чтобы из Института выходили звезды психологии, да, якутские? Ну, возможно, я слишком идеалист. А как, вообще, как повлияла твоя сценическая жизнь, да, ранее причем, в плане того, что ты была тоже сама подростком, школьницей, когда к тебе пришел успех? Как ты это воспринимала и вообще, как это повлияло на твое взросление, на твое восприятие мира? На самом деле, разница... было так, да, что мы сидим в студии, сегодня мы просто три подружки, а вот завтра мы выпускаем типа альфон продажу, и все, типа, мы с собой известны, популярными, да. Но мы тогда особо разницы не ощутили. Такое же завтра, такое же это, да. Так же мы с вами за собой ухаживаем, у нас не появилось не появилось там сразу там горы денег, да. Присунула. Если бы было, если бы происходило так, это было бы вообще очень круто. Был бы какой-то голливудский фильм? Да, если бы вместе с популярностью сразу награждали бы всем этим, да, и финансовой, независимость и так далее, было бы круто. А так, мы так же улучшились, так же как всегда никак и ничего не изменилось. Но только изменилось то, что начали узнавать, и это наоборот не было удобно, потому что могли там типа щипнуть. Да, а я же тебя знаю там о этом. Белядинбар, там меня еген, да, там какие-то такие очень дерзкие парни, они, конечно, могли это нарушать границы и там щипать, шлепать по мягким местам. Это было очень неудобно и вызывало и неприятно, да, скажи? Очень, очень неприятно, да. И тогда же не было ни пейтеров, ни телефонов, да, только такие домашние телефоны. И к нам начали звонить иногда, да, и говорить, да ты же такая толстая, а что ты вылезаешь на сцену? Да у тебя шлифы и ноги, что ты вылезаешь на сцену? Да у тебя там уши, что ты вылезаешь на сцену? В общем, такие злопыхатели, хейтеры, они были и тогда, находили прямо номер телефона, чтобы сказать нам это. А мы тогда незрелые, да и так закомплексованные, да, это было как-то ну как-то почему так звонят и почему-то делали, да, потому что не понятен. И когда уже поступила в университет, это было уже, конечно, не очень удобно совмещать эти гастроли с учебой. И ну мало-помалу, знаешь, когда входишь в какую-то систему, да, уже мало-помалу начинаешь уже зажимать себя, подстраивать под эту систему, да, и делать строить себя по-фрески в жизни. Ну как-то так, да, и постепенно отсекаешь вот это, да, что тебя отмечает от других и как бы да, я в системе, я выбрала серьезную типа социальность, видимо, вот эта блажь типа уже лишняя и как бы отходит от этого. Потому что на каждой реакции ты слышишь, да, избавляйтесь от эго, 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 эго это плохо, да, вообще постоянно там на каждой лекции в институте, да, подавить эго, а, ну ладно, да, буду серьезной, поменьше улыбайся, еще мне постоянно говорили, что ты постоянно улыбаешься, ну, сколько такого, да, что ты всегда такая радостная, давай это приземляйся, да, ну, как-то так, да. Рита, мы с тобой познакомились, познакомились в ЭТБ-24, когда мы, да, когда мы работали с тобой в крупной федеральной компании, в банке, и я узнала тебя такую целеустремленную, знаешь, стрессоустойчивую, открытую, и приземленную, я бы сказала, потому что я тебя видела только с экранов телевизора, расскажи, вот, почему ты ушла, ну, из довольно-таки хороших условий федерального банка в свободное плавание, стала уже бизнес-гумен, что, вот, почему именно привлекла тебя в сферах красоты, как это все проходило, то есть, ну, не просто, да, взять, уйти уже с готовой компании, создавать свое дело, вот, немножко расскажи, пожалуйста, об этой части твоей жизни, об этом этапе. Ну, мой трудовой путь достаточно длинный, у меня вообще, если у меня работа начинает доставлять дискомфорт, я оттуда сразу ухожу, я, у меня ничего не уделяет, ни деньги, ничего, просто мне начинает не нравится, и все, я встаю, если я не горю на работе, то все. Рита, себя, да, плохо слышно, плохо слышно, местами, сейчас хорошо? Хорошо. И, так, и в это, то есть, и в банковской сфере тоже, мне стало скучно, я уже поняла, что на любой должности, да, независимо от уровня, ты все равно остаешься продажным, все равно ты просто уже на другом уровне людей привлекаешь, да, и это не одно, это скучно, это одно и то же, то есть, мне стало скучно, мои глаза перестали гореть, не удерживает ни должность, ни деньги, я не знаю, даже не забывалась об этом. А свое, а свое дело, то есть, сфера красоты у меня всегда была, то есть, как хобби я всегда занималась, и как подработка, это всегда было моей, я параллельно с работой всегда чем-то занималась, потому что в двух сетях от девяти до шести это время просто для прожиточного минимума, как можно сказать, да, для ипотека, там, кредиты за автомобили, да, а остальное время мне каталось достаточно много времени после шести до двенадцати и выходные еще, да, там вообще для творчества куча времени и я успевала в это время все стыкать и другие свои проекты и хобби это мне очень нравилось. интерес к сфере у тебя интерес к работе, прямо вот идею, возникла идея создать свой салон, нет, 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 это не так, как раз таки в это время, когда я, у меня были тренинги для подростков, потом мне звонила сестра, говорит, давайте построим салон, будешь, я собираюсь открывать салон, будешь у меня работать, это же это, я как раз, когда, как-то начала более активно, отправляла дуэчевские там группы ватсап тогда появился и а почему нет, ну встала и пошла и все, потому что, не знаю, бывает такое, что внутренняя уверенность, что все получится, да, конкретная да, и оказывается, это как раз было вовремя, потому что за это время я обратила своей клиентской базой, оказывается, все мои коллеги, с кем я работала все эти долгие время, да, они прям меня пошли со мной, они мне доверяли, это было очень-очень ценно для меня, я даже не ожидала, пользуюсь таким уважением среди коллег, что они захотят меня видеть, что они наблюдают и будут рады встречи и приходили ко мне и доверяли. А скажи, пожалуйста, вот потом, наверное, в Якутске стало тебе тесно, да, я знаю, я знаю, ты проходила огромное количество обучения у разных мастеров, ездила в центральные города России, чтобы пройти какое-то специальное обучение именно в сфере красоты, и вот в этот момент, наверное, тебе Якутск стал мал, и ты переехала в Москву, для меня это вообще вызывает, знаешь, такое огромное уважение, потому что я сама какое-то время хотела переехать в Москву, и даже нашла работу, но мне стало страшно, я отказалась, потому что одной, в Москве, с ребенком, это было как-то ужасно, ну, страшно мне было, я не трус, но я боюсь, как говорится, и вот расскажи про свой переезд, про свой опыт, как ты переехала в мегаполис с детьми, как они адаптировались, как все это проходило для тебя? Да, я действительно ездила по обучению, наверное, 3-4 раза в год, это достаточно большие расходы наших авиабилетов, да, и я приходила на курсы, и, ну, допустим, они стоят 50 тысяч, в курс, уже два дня, там, маршер, класс, вы достаточно дорогостоящие курсы, И я такая думаю, ну как это, я же плачу за это 200 тысяч, а вы, девочки, пришли, за 50 тысяч обучаетесь и кислые мины строите, что вам видится что-то не нравится. Мне нравится в обучении или в преподавании. Меня это немножко возмущало даже. Издалека еду, тратю такие деньги в обучение и стараюсь впитать каждое слово, потому что все равно любое обучение, оно приносит пользу. И потом мне это как-то надоело, что почему так далеко, почему кому-то можно, а мне нет, почему я должна платить больше, чем кто-то за это же самообучение. И, ну, уже тогда начали у меня закрадываться мысли, я может все-таки переехать. Ну, и сама себе до конца не признавалась, что у меня, я по жизни такой человек, да, не очень, можно сказать, организованный, ну, хотя мне говорят, что достаточно целеустремленный, организованный, но так, чтобы запланировать, да, все. Так, через 5 лет я буду жить там и вот так, на каждый год там расписать, да, понемножку, что я буду делать, да, у меня такого нету. У меня есть внутри как-то такое понаичие желания, да, такие, да, такие, ну, чтобы так, так, давайте готовьте сумки, через год мы уезжаем. Это у меня, мы поехали в отпуск с сыном и с подругами, и в Грузию поехали, я подумала, я попробую в Москве побыть, останусь, посмотрю, если я найду работу, если я буду востребована, я останусь, ну, и так и сделала, да, не такой прямо жесткий, все, я переезжаю, да, а так, просто исследовать, посмотреть, присмотреться, прочувствовать через себя, потому что если я что-то не прочувствую через себя, да, я не могу принять решение, да, мне точно будет там 100% хорошо, я не могу так. И осталось после отпуска, как-то так все удачно складывалось, я закупила себе билеты сюда-обратно, невозвратные, да, а рейс задержали на 12, а, на сутки задержали рейс, и из-за этого мне вернули билеты. То есть билеты стали даже возвратными. То есть это был, значит, космос, да, скажем? Да, да, типа все, оставайся, ты же получила отдам свои деньги. Более спокойно. И начала ходить. Конечно, когда из Якутска приезжаешь, да, есть такое ощущение, ну, это же Москва, типа, да, ну, это же большой город. Здесь же, наверное, все крутые, каждый мастер суперкрутой, да, на таком голове, да. Как будто выше планка, а я, типа, ну, я же просто из деревеньки, типа, да, наверное, там все крутые. И, ну, конечно же, это, здравствуйте, я топ-мастер города Якутска. Я хочу вас, ну, конечно же, я старалась так, да, показывала свой инстаграм, свои работы. Ну, да, 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 вы там понравились, проходите. То есть смогла я получить несколько пригласений. Сразу я пошла в такие премиум-сегменты, чтобы не тратить время, да, на эконом-то. Там я была принята, но, конечно, без клиентской базы достаточно сложно. Но я подумала, раз я, у меня получилось тут устроиться работу, в принципе, работу я найти смогу. Все, остаюсь, значит. Вот так было принято решение, и звоню детям. Доча, это я звонила, например, 10 августа. Доча на 20-е я вам купила билеты, иди в школу, забираю документы. Очень быстро слышно меня, да? А давай попробуем так. Так хорошо будет слышно? Очень хорошо, да. Давай. Ну, ну, то есть все приезжайте, доча, конечно. Ну, хорошо. Ну, на самом деле она была моим инициатором, она 9 класс заканчивает. То есть все равно ей поступать нужно будет в Москву. А хотелось бы, чтобы как-то рядом с ней быть, знаешь, когда она поступит. Ну, наверное, как возможность, все равно дочкой сыграла такую решающую роль. А чем она у тебя занимается? Ну, я знаю, что она очень хорошо рисует, и примерно куда она хочет поступить. Ну, сначала она на юриста хотела. А сейчас недавно, хотя я и говорила, может, все-таки художественные свои таланты используешь, чтобы не тратить время, типа, разобрать. Она говорит, нет, я не люблю рисовать, там, ну, а потом все-таки сейчас как будто бы зазрела, говорит, ну, возможно, на дизайнера графического. Ну, что будет к этому классу, неизвестно. Не считай, когда учится 11 класс. А ей нравится Москва? Ей нравится Москва, да. Ну, достаточно сложно она адаптировалась первый год в школе. Такой класс, попался у нее, что одни девчонки во время уроков тишина. Она-то привыкла к голдежу, да, там, ну, смешанный класс, а там, мама, я как будто уже в университете учусь, там, так тихо, типа, нужно по-настоящему учиться. Она у меня не ботан, любит общение, предпочитает. Ну, сейчас такой возраст, что ей больше интересно общаться. Чем учиться. Ну, ладно, пусть будет так. Я особо стараюсь силой не направлять детей, а прислушиваться и как-то поддерживать. Как истинный психолог, скажи. Ну, нет, я в семье не использую свои знания, кажется, кажется. Хотя они, не знаю, нет. На самом деле не дают в институте таких прям секретиков, да, таких секретиков манипулирования. Я бы с удовольствием ими тоже овладела. Управление людьми секретиками. А расскажи, пожалуйста, про свободное плавание в сфере красоты в Москве. Сложно ли находить клиентов? И, наверное, многие, кто за тобой сидят на своей странице в инстаграм, видят, что у тебя бывают, ну, довольно медийные лица, которые к тебе приходят на преображение и, в целом, для, я не знаю, для работы, для фотофессии, скорее всего. Расскажи, как они тебя находят? Разные пути. То есть здесь, в Москве, достаточно много возможностей и очень много наших земляков. На самом деле в Москве я сейчас чувствую, как будто я особо и не уезжала, потому что я все равно очень много со своими общаюсь, да. И они есть в любых сферах, во всех абсолютно, в том числе и в шоу-бизнесе. С Мишей Батюшкиным, например, да, он концертный директор Ирины Нельсон, и он тоже старается своих подтягивать. Это вообще здорово, что мы сами друг друга подтягиваем. То есть где икут, там толпа икуток. У меня еще есть этот знакомая коуч, она вот говорит, откуда, почему в нашей семье так много икуток? Один подтянулся и все, следом вообще вся толпа идет. Вот этого рекомендуют, того рекомендуют. Ну, это же все вопрос доверия. В Москве это больше вопрос доверия. Очень много народу, но неизвестно, кому можно доверять, поэтому только по рекомендациям все. Рекомендации и, скажи, уже репутация, да? Рекомендации, репутация, да. Конечно, введение Инстаграма, это как твое резюме получается, да. То есть если вы хотите в будущем как-то себе почву какую-то иметь, то введите Инстаграм как профессионал для работы. Некоторые до сих пор почему-то боятся Инстаграма, да. Но на самом деле это как визитная карточка. Просто визитная карточка. Не стоит это слишком близко к сердцу воспринимать, что видят все, меня будут видеть все. На самом деле, даже если видят все, сегодня увидели, завтра забыли. А скажи, пожалуйста, как с твоим таким плотным графиком тебе удается находить время для социальных проектов, которые ты ведешь и участвуешь? Ну, помнишь, я тебе рассказала, что работа с 9 до 18, это просто такое время, как сказать, время просто для работы. Остальное время – это мое свободное время. Ну, как-то так, ну, не так уж много сейчас общественных каких-то социальных проектов. Изредка они появляются. Ну, как-то тоже, само собой, все происходит. Ну, у тебя, наверное, тоже так, Вероника. Потому что я, когда тебя увидела в ВТП, я думаю, что за вообще супер-женщина. Все так, все запланировано, да, все так. Я обзваниваю каждого, там, по этому. По нашему списку. 50 звонков холодных, из них результат 20, там, теплых. Встреч на день обязательно, там, 5. Да, вообще, я думаю, вообще, что... Ну, наверное, это была какая-то школа жизни, да, что, ну, опыт, который, в принципе, да, в принципе, пригождается в жизни. Очень классно. Или хотелось бы так думать. А давай... Это классно, да. Я тебя очень прям уважаю. И мы познакомились, скажи, очень со многими людьми, с которыми я до сих пор поддерживаю отличные связи и игрушку. Да, да. А расскажи, давай плавно перейдем к теме вот красоты-красоты, да, в твоей жизни. Что для тебя... Что для тебя красота лично? Что такая... Кто такая красивая женщина, девушка, в твоем понимании? В моем понимании красивая женщина – это женщина, которая приняла себя, да, такую, какая она есть, свою природу, свои корни, полностью прям себя, да. и радуется тому, что она живет. Радует тому, что она есть. Да, это золотые слова, кстати, ритм. И так, ну, любую женщину можно сделать красоткой. На самом деле, внешняя красота – это легко. Это легче, чем перелопачивать себя изнутри, да, все эти решают свои какие-то затыки, да, какие-то неуверенности или предрассудки свои, страхи. Это, на самом деле, внешняя красота – это легко. А вот внутри, внутренняя работа – это гораздо сложнее. Ну, по крайней мере, для меня так. Но каждая, каждая может достичь этого. Потому что, если сравнить фотографии мои, там, ну, 20-летней, да, давности, то там это… И сейчас это вообще абсолютно разные люди, как и внутри, так и снаружи оказывается. Если снаружи ты меняешься, то и… То есть, внутри, если меняешься, то внешне, в любом случае, ты уменишься. Ну, красота – это… Красота для меня – это индивидуальность. Нет стандартов. И я пришла, иду в этот конкурс как раз-таки для того, чтобы показать, что и нестандартные, да, могут участвовать, могут себя чувствовать на конкурсе комфортно, да. Да, расскажи немного о конкурсе. Расскажи немного о конкурсе, да, что, что, кто такие участницы, кто тебя поддерживает и кто тебе помогает в этом конкурсе. Как идет подготовка и какие этапы ты должна пройти? Так, вообще, изначально о конкурсе «Миссис Россия» я узнала, когда моя сестра Варя участвовала. Я приезжала к тебе, поддерживала ее. Мне показалось тогда очень интересным. Ну, раньше вообще, когда «Миссикутия», да, это же для Якутии вообще же, да, такие были знаковые конкурсы. Если «Миссикутия» это все, весь город гудит, «О, «Миссикутия» кто же будет, да?» Потом постепенно этот интерес поутих, но вот это у меня внутри, этот интерес к конкурсам, оказывается, он во мне все еще жил. Хотя можно какое-то время, ну, типа, это, да, как-то, типа, свысока, а на самом деле внутри ты все равно, а может, все-таки принять участие, да, оказывается, это было это желание. Просто не признавалась даже сама себе. С чем, типа, эти конкурсы? Ага, а сейчас я понимаю, что конкурсы, они нужны для того, чтобы как раз-таки раскрыть себя, раскрыть с разных сторон, не только внешне, но и внутренне, да, это как бы, как сказать так, немножко зачетная работа, да, над собой, можно сказать так, проверить, на что же я способна и на каком сейчас я уровне нахожусь, то есть посмотреть, да, это проект. Потому что когда я вот этот уровень, да, помнишь, я тебе сказала, что когда переезжала из Якутска в Москву, я думала, что, типа, якутский вот так, а в Москве, типа, все вот так, да. Оказалось, что достаточно вот так. Очень даже востребованные и сравнительно с общей массой мастеров очень даже, можно сказать, золотые руки у якутских мастеров, потому что у нас все-таки есть такое, что в маленьком городе, да, живем, и за репутацию мы отвечаем головой, да. И каждый, каждый клиент должен уходить довольным от тебя. Ну, по крайней мере, у меня так. И в Москве я работала тоже, и работаю по такому же принципу. То есть каждый клиент, я работаю только на качество. Никаких денег, да, конечно, в Москве так. Ну, и, возможно, стоит переключиться на такой режим, да, потому что Москва – это все-таки такое, где можно и постоянно финансы, да, потоки. Но пока что я не могу себе. Может быть, два года – это еще не срок, чтобы переключиться на это мировоззрение, но все-таки качество у меня выше по приоритету. Знаешь, это как в университете. Ты два года работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, да? Да, да, вот так же так. И вот на этом конкурсе тоже посмотреть, на каком же я уровне, как бы, да, мастер, если я определила, на каком я уровне, как мастер, да, сейчас я хочу определить, на каком же я уровне, как женщина, да, ну, в целом, да. Не так, что, ой, я хочу чего-то добиться там или как бы самоутвердиться, не с этим интересом, а именно хочется, на самом деле хочется, чтобы выиграла азиатка. Очень хочется, чтобы наши, как, наши этнические особенности, да, ну, были тоже замечены. Представлены. Да, что все-таки Россия – это многонациональная страна, и стоит все-таки тоже показывать, что она разная, да, в том числе и на мировой международной арене, да, а не то, что только там вавенки, водка, да, ну и все, да, потому что то, что когда выезжаешь за границу, и всегда спрашивают, Казахстан, Китай, Япония, это не очень мне комфортно. Почему, почему, почему это ненормально, что я с таким лицом, и я из России? Почему это считается странным до сих пор, вот для меня странно, например, или когда я здесь тоже, допустим, да, из Казахстана, да. Нет, извините, Россия многонациональная, и каждый раз приходится. Да, каждый раз абсолютно приходится. Хотя я понимаю, что можно и по телевидению транслировать, и в рекламе, да, многонациональность транслировать, так же, как про Америку, да, и на самом деле же это, мы же здесь живем комфортно, в России ему комфортно, и геи, и разной национальности, мы все живем достаточно комфортно. Но если посмотреть с Запада, кажется, что Россия, гомофобия, националисты, шовинисты, да, на самом деле, как будто бы так выглядит. На самом деле, все комфортно здесь себя чувствуют, все прекрасно живут, да, но почему-то, почему-то вот эти спереотипы. Ну, наверное, потому что мы не демонстрируем разнообразие, а все равно демонстрируем только один, одинственный образец женской красоты. Да. А сейчас сколько участниц будет? На данный момент участниц? Сколько? 80. 80. 80, да, очень много. Конкуренция огромная. И, то есть, если понимать из названия конкурса, то это Миссис Россия, значит, девушка-женщина, у которой уже есть семья. Да. И какие-то? Да. И на мое счастье, здесь две категории, да? И Миссис Россия, и Миссис Россия классик, это за 40, до 40 и после 40. Интересно. Миссис выбираются. И у меня шансов много после 40. А расскажи, пожалуйста, кто тебя поддерживает? И поддержали ли твои родные люди в первую очередь? Да, конечно же, они поддержали меня с удовольствием. Да. Если хочешь, я хочу. Тем более у меня, я не знаю, ну вот, парень меня влела сюда, а потом еще я как визажист еще была в прошлом году. То есть как-то все равно меня в этот конкурс как будто что-то вело, а в этом году я, Вася Афанасий Понтер, региональный директор, я говорю, ну, может, как-нибудь приму участие, может быть, в следующем году, да, я сказала, ну, хорошо, конечно, можешь принять участие. Я подумала, ну, вот мне на подготовку, да, выучить язык, там, привести себя в идеальную форму, там еще что-то, да, там, доработать там себя. И, ну, ну, и все, забыла. Потом звонит Вася через две недели, говорит, редко участвую в этом году. Моя, типа, изякутии отказалась. Я говорю, как это в этом году? У меня же вообще нет времени, я вообще не готова. Ну, ладно, говорю, ладно, приму участие в этом году. Пришлось срочно все планы менять, переадаптировать под это. Но думаю, что это как-то так очень само, судьбоносно, может быть, даже и складывается, потому что в этом году миссис Россия в Сеуле будет, и большая вероятность выберут. Очень большая вероятность еще на международ, на миссис мира, да, часто выбирают Asian Face, как раз так. В прошлогодние Филиппинка была. Шри-Ланка, да, еще прошлогодняя, которая немного, какой-то у нее был скандал. Да. Я вот посмотрела, что миссис, миссис мира, один из самых таких старых конкурсов, ну, старинных конкурсов красоты, который был организован еще в 1984 году. Примерно я посмотрела лица, то есть все начиналось с таких, с белых лиц, как, в принципе, в Америке нормально так говорить. И уже потом, наверное, с 94-го года пошло разнообразие и, ну, представлены очень разные национальности и этнически разные лица. Так что, я думаю, что у тебя реально есть шанс. И как ты думаешь, после даже миссис России, как изменится твоя жизнь? Я даже не представляю, но сейчас я получаю удовольствие, очень много знакомств, интересные какие-то события, которые для меня еще не знакомы, в которых я впервые участвую. Это вообще первый конкурс в моей жизни, до этого никаких конкурсов я не участвовала. Интересный опыт будет. Ну, еще ко всему тому, что мой организатор, вот Василий Афанасий от Якутии, он очень хорошо общается с организатором, с Ириной Кирсановой, директором конкурса. И оказывается, когда-то ему сказала, приведи мне достойную кандидатуру, я хочу показать разную работу. Представляешь? И то есть я там прям шанс может быть, ну, действительно, может быть, действительно, хоть на одном конкурсе российском. Да, Asian Space это будет очень круто. И если уж Asian, Сахая даже. Для меня это почему-то круто. В этом году меня невероятно тянет к корням. Если ко мне садится клиентка, я сразу, в основном ко мне тянутся мои землячки, за что я очень благодарна, да, что работать с волосами, с азиатским лицом, да, это мое преимущество. И вижу, что, ну, они тоже примерно моего возраста, да, вижу, что прям корни у них тоже тянутся, хотят они вот это вырызгиваются. Пару людей позаботиться, что-то дать, в общем, да, народу, какую-то отдачу. Вот даже по тебе вот смотрю, да, ты тоже как-то как это, хочешь объединить земляков, да, может быть, это год, либо у меня круг общения такой, да, но у меня тоже внутри эта потребность прям объединить, я хочу, чтобы, ну, вот платья мне пошивали якутияне, хочу, чтобы, ну, охвачены были, например, я обискиваю тоже землячкой нашей, на хомусе учусь, конечно же, у землячки, вот, пошив платьев тоже у земляков, вот, у Пети Яковлева буду заказывать костюм, тоже земляк в Москве, да, если стилиться, тоже стараюсь у земляков, потому что это все равно поддержка, это возможно. Качественный продукт, да, как бы, массой, да, потому что все, с кем я сотрудничаю, у них действительно качественный продукт, и если, если мне удастся достойное место, да, прислушать, да, то за мной все равно подтянутся, да, мои земли, я тоже, как делают другие, я все равно буду свои, как бы, дальше вести, да, а если на мир, то там тоже будут, и мне кажется, это вообще отличная возможность для того, чтобы для якутского предпринимательства, ну, в том числе, и для развития туризма международного, то есть, если какой-то титул будет, я могу уже там громко заявлять о том, что вот, Якутия моя родина, да, и там крутые места, да, природные, и как-то развивать имидж республики, и уже такой огромный кусок России, да, ну, о нем никто не слышит, не слышал, якутистан, да, ну, это так не должно быть, мне кажется. То есть, это огромная командная работа, и, да, с тобой, с тобой большое количество талантливых людей, которые тебя поддерживают, это очень, очень хорошо, я уверена, что оба этапа конкурса, как российский, так и международный, вся Якутия с тобой будет, и будет с волнением сидеть, и не только Якутия, но и все земляки, которые находятся за пределами, вот, ну, и, знаешь, был вопрос один поступивший, ну, такой, который, в принципе, касается всех нас, девушек, женщин, как ты, и сложно ли поддерживать такую идеальную форму, как у тебя? Ну, не знаю, для меня это не лучшая форма, то есть, может быть, может быть, еще лучше, я, особо, может быть, я усилия прикладывала в юности, да, и после рождения детей какие-то усилия я прикладывала, да, это, наверное, основные этапы, когда нужно приложить усилия, а потом дальше, ну, естественно, это как образ жизни, это на самом деле не так уж много сил, энергии забирает, иногда даже больше энергии забирает, как раз-таки приготовление пищи, потом поедание этой пищи, для меня это даже сложнее, чем просто неприготовленный банан, морковку сырую съесть, да, то есть, ну, на самом деле, я вообще не пп, тоже сколько раз пыталась, но мне это неинтересно, мне хочется... то есть, это твой образ жизни, активность, здоровое питание, физические нагрузки, в этом плане, да, в этом плане, да, я человек в движухе, да, Рит, ну, что я могу тебе сказать, мы желаем тебе только успехов, идти только вперед, всегда быть лицом нашей республики, и я ну, хотела бы, как обычно, пожелать, попросить тебя пожелать нашим зрителям что-то хорошее, и плюс, да, в целом твое небольшое обращение. Да, спасибо большое за эфир, за приглашение, я очень рада, что такая группа есть, и за то, что еще сайт, поздравляю с сайтом. Да, спасибо большое, да, это огромная тоже командная работа, да. Командная работа, и я рада, горжусь каждым, я каждым земляком, которые добиваются успеха за пределами, да, и в пределах республики, горжусь, потому что это поддерживает нашу, ну, вообще, укрепляет наш род, в принципе, нацию, да, и когда, если, например, кто-то, столкнувшись со мной, узнает, что я из Якутска, а потом мой ребенок скажет, что он из Якутска, он уже будет думать, да, что, а, ну да, это достойные люди, я, типа, могу тебе доверять, да, то есть, такой, твой успех может тоже обернуться, да, для меня польза какой-то, и, например, наши спортсмены, да, мы всеми гордимся, и это всех нас вдохновляет, мы хотим, если, да, наши могут, наши могут, мы можем, то есть, вот это мне хочется, возродить уверенность внутреннюю, да, у моего народа, почему? Потому что, чтобы с этим уверенными были мои дети, то есть, да, можно сказать, и потом внуки мои, чтобы они гордились тем, кто они есть, недавно там, ну, в прошлом году, как бы во время адаптации, да, моей дочери, я не знаю, что это я сказала, это самые интересные слова, которые я услышала от своей дочери, я не, так не должно быть, это ненормально, я ей сказала, что, чтобы я больше такого не слышала, должна гордиться своей дочери, ну, я понимаю, что это социальная среда такая, да, я вот этим эфиром хотела бы, вот земляков, которые там, вся, да, ну, по всему миру живете, я думаю, что вы тоже иногда сталкиваетесь с этим, да, и что, и, и когда я уехала, я вот тогда поняла, насколько я сильно люблю свою родину, насколько я горжусь своими корнями, и насколько мы, ну, действительно, во многих сферах сильны, сильны именно, и на качество, да, и на скорость реакции, да, ну, и вообще, к стремлению к лучшему, в этом мы, на самом деле, очень, очень сильны, я хочу, чтобы пожелать вам, чтобы вы развивали себя, дальше развивались, не боялись ничего, вот вы, всех участников, которых ты приглашаешь на интервью, я прямо, а, такие классные, такие молодцы, да, это, ну, вообще, действительно, они делают свое дело, несмотря на какой-то страх, идут вперед за своей мечтой, за своими целями, я думаю, что я взяла на себя, ну, некую такую ответственность, да, именно за, ну, вот как спортсмены участвуют, я думаю, что я в этом конкурсе тоже немножко спортсменка, и я думаю, что я достойна, но сейчас на данном этапе мне, конечно же, тоже различные ресурсы необходимы для подготовки, потому что это, вот, уроки английского, сценические костюмы, творческий номер, запись фонограммы, там, третье-десятое костюмы, там, на первый, второй, третий день, да, футбольный, то есть это спортзал, тренеры, да, то есть хочется максимально прямо поработать над собой, чтобы, потому что, если для жизни нормально, то на сцене любой незачет, он может быть виден, да, я хочу максимально подготовиться, и если, земляки, вы поддерживаете меня, в том числе, донатами, да, я буду очень-очень сильно благодарна, ну, наверное, донаты, это всем, да, уже сейчас известно, то есть это какой-то небольшой вклад материальный, если вы сделаете, я буду, это будет наша общая победа, но я за какое-то место, одно из трех мест будет точно моим, я вам это гарантирую, если нет, то потом собрать эфир и сказать, Рита, ты не выполнила свои обещания, значит, те, кто, все, кто посмотрит этот эфир, я думаю, что загорятся, у них загорятся глаза, видя, смотря на себя, да, и думаю, что обязательно тебе напишут в директ, да, в личные сообщения, и надеюсь, что все ресурсы, которые тебе необходимы, у тебя будут, и ты отлично выступишь, как обычно, на сцене, как на российской, так и на международной, огромное тебе спасибо за время твоё, и да, удачи, удачи и успехов. Спасибо большое, Вероника, и спасибо всем, что, кто посмотрел, кто посмотрит, давайте делать общее, давайте объединяться, неважно, какой вы национальности, на самом деле, если вы родину свою, делайте для родины что-нибудь полезное, неважно, есть ли у вас две родины, можете и для там и там, да, просто не забывайте свои корни, не забывайте свои корни и гордитесь тем, кто вы. Спасибо. Ну, а ты слова. Пока, пока, пока. До связи. До связи.